18.00 в Одессе. В прямом эфире седьмого новости в студии Грибуренко. Здравствуйте. С завтрашнего дня сотрудникам областной прокуратуры попасть на работу будет сложнее. Некоторые активисты прокурорского Майдана заявили о полном блокировании здания на Пушкинской 3 с 9 утра вторника. Причину пояснили просто. За две недели акции их не услышали. Теперь идут на более жесткие меры. Прокурорский Майдан Одессы заявляет, в связи с полным игнорированием Генеральной прокуратурой и президентом Украины событий в Одессе, а также учитывая вопиющее нарушение Генеральной прокуратуры Украины в случае с Николаем Стояновым закона Украины про очищение влады, Одесский прокурорский Майдан принял решение о полной блокировке прокуратуры Одесской области с 9 утра 12 апреля 2016 года. Мы берем на себя исполнение закона. Решение о блокаде принято не единогласно. Часть активистов прокурорского Майдана выступает за менее радикальные меры. Но акция все равно состоится. Бывший лидер правого сектора Дмитрий Ярош приехал в Одессу. Он представил движение «Державническая инициатива Яроша» или сокращенно «Дия». По словам руководителя организации, это будет объединенная национально-патриотическая государственная сила. Говорит, его движение никто не финансирует, а слухи о Коломойском отрицают. Что касается Коломойского, в политике никогда не было никакого финансирования. Он, кстати, сам неодноразово говорил так же, что никаких денег мы у него не брали на какую-то политическую деятельность и все інше. И моя позиция однозначно и принциповая. Я готовил у любого олигарха брать и деньги, и средства для ведения военных действий. В то же время Дмитрий Ярош вместе с другими активистами посетил уже 12 областей. Впереди Херсонская, Николаевская и Запорожская. В мае будет всеукраинский съезд в Киеве. По словам Дмитрия Яроша, движение «Дия» не будет поддерживать ни одну из политических партий. Это будет революционный пакет изменений. Предполагается, что к возможным выборам в Украине движение станет самостоятельной политической силой. Преступная четверка держала в страхе целый район Одесской области. По информации полицейских, мужчины угрожали жителям Любашевского района и совершали грабежи. В результате следственных действий был задержан один из злоумышленников, 28-летний житель поселка. В ходе обыска его дома обнаружили и изъяли револьвер, а также тротиловую шашку весом 200 граммов. Кроме этого, правоохранители провели обыски в домах людей, которые поддерживали отношения с задержанным. Так, по месту жительства 30-летнего жителя по ГТ Любашевка, полицейские обнаружили и изъяли обойму от пистолета. У 34-летнего гражданина взрывчатое вещество и 18 патронов калибра 12 мм. А у 39-летнего местного жителя 42 патрона калибра 9 мм к пистолету Макарова. По данному факту начата досудебная проверка. Следственные действия продолжаются. Одесские КООПы не будут патрулировать город на электровелосипедах. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко. Поводом для слухов стала обыкновенная фотография полицейского на брендированном электровелосипеде. Ее подхватили одесские СМИ и выдали за возможное патрулирование трассы здоровья на вот таких байках. По словам Аллы Марченко, главное управление патрульной полиции не собирается закупать никаких электрических велосипедов. Киевляне привезли в Одессу уникальную методику для восстановления переселенцев. Дети и война – техника исцеления. Разработана британскими и норвежскими специалистами. По их подсчетам, почти четверть переселенцев страдают от вынужденного переезда. А вот к психологам обращаются единицы. Как помогают переселенцам, смотрите в эксклюзивном сюжете седьмого канала. В этом небольшом помещении психологи, психотерапевты и волонтеры делятся большим секретом – так называемой техникой исцеления. В Одессу программу привезли киевляне, придумали ее специалисты из Британии и Норвегии. В игровой форме детей обучают разного рода инструментам, которые они смогут положить в свой рюкзачок и в нужное время вытащить и воспользоваться. Если придется вернуться домой в зону боевых действий, если ребенок остался дома сам или поздно ночью проснулся и ему страшно, он всегда сможет вспомнить методику, вытащить и воспользоваться ею. Если мама плачет рядом, то ребенок обычно, какого бы он возраста ни был, он сидит и очень мужественно переносит это. Но это не значит, что он ничего не понимает. И зачастую родители, стараясь уберечь своего ребенка от стресса, стараются не поднимать эти темы и не объяснять, что произошло с ребенком, тем самым нанося вред психическому здоровью. Помогают украинские психологи переселенцам из Крыма и зоны АТО. В социальных службах зарегистрирован 1,7 миллиона переселенцев, но на самом деле их намного больше. Есть множество людей, которые не зарегистрированы, множество людей, которые живут у родственников, множество людей, которые переехали в Крым и в Россию. Поэтому эти цифры далеко не объективны. Среди одесских специалистов есть и волонтеры, тоже переселенцы. Юлия приехала из города Ровеньки, Луганской области. Когда рядом с домом начались бои, взяла сына и отправилась в Одессу. Здесь помогает и другим. Говорит, что у этих людей, кроме психологической, есть и другие, более важные проблемы. В основном первая проблема – это жилье. Очень дорого снимать это все. Также работа тоже, если есть работа, то она малооплачиваема. А за аренду жилья платить надо много. И все же, по подсчетам психологов, почти четверть переселенцев страдают от вынужденного переезда. К специалистам из 20% людей с посттравматическим расстройством обращаются единицы. Остальные, говорят психологи, запивают проблемы алкоголем, ведут себя агрессивно, впадают в депрессии. А вот дети со стрессом справляются лучше. Они быстро идут на контакт. Взрослые замалчивают свои проблемы. А этого делать нельзя. Ольга Голодова, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Три недели волонтерской сдачи крови стартуют в этом месяце. До конца апреля каждый желающий может обратиться в один из приемных пунктов по сбору крови. Акцию «Стань Дор» донором «Спаси жизнь» организовали в Молодежном совете. Где и кому можно сдать кровь – далее в сюжете. Акция «Стань Донором. Спаси жизнь» начинается 12 апреля и продлится до конца месяца. Организатором выступил Молодежный совет. Таким образом они хотят помочь больницам. Эта акция является у нас ежеквартальной, проходит уже второй раз. И мы хотим, сами перед собой ставим цель повысить количество участников. Если в прошлый раз это было около 2000 студентов, в этот раз мы хотим добиться большего результата. Пополнять базы донорской крови ребята хотят регулярно. Так как это движение волонтерское, то кровь просят сдавать бесплатно. Каждый донор получит сумму в размере 30 гривен, которая рассчитана, чтобы покрыть проезд и питание после сдачи крови. Твоя кровь вполне возможно спасет чью-то жизнь. И это может быть жизнь как воина АТО, так и маленького ребенка. И это очень важно, и необходимо, чтобы каждый донор понимал, что он не просто сдает кровь, он помогает и спасает чьи-то жизни. Главные рекомендации для тех, кто впервые хочет стать донором, это быть абсолютно здоровым и иметь вес не менее 50 килограммов. Давать кровь можно, начиная с 18 до 60 лет. Это безболезненно, но самое главное – поесть перед началом процедуры. Донором может стать человек, который в течение последнего года не переносил операции, не наносил себе татуировки в течение последнего года. Интервал между кроводачами – это для мужчин два месяца и пять раз в году, и для женщин, девушек, три месяца, три-четыре раза в году. Павел Компман – заслуженный донор Украины высшей категории. Он сдавал кровь уже больше 200 раз. Говорит, это только улучшает самочувствие и способствует приливу новых сил. Я когда сдаю кровь, ребята, для меня это радость, потому что я знаю, что кто-то кому-то спасут в жизни. Я приезжаю на станцию переливания крови, станция Большого Контана. Я приезжаю как домой, потому что там все врачи меня знают, потому что я там постоянно в роде. 20 лет. Для меня это большая радость. Сдать кровь можно будет в областной станции переливания крови по адресу Переулок Бисквитный, 4, в областной клинической больнице по адресу улица Академика Заболотного, 26 и в больнице Одесской железной дороги по адресу улица Шклярука, 4А. Яна Нестеренко, Алексей Барановский, Седьмой канал. Фестиваль оркестров для Одессы уже стал традиционным. В честь праздника вчера для одесситов выступили пять лучших духовых оркестров города и национальный президентский. Подробнее знают наши корреспонденты. Несмотря на плохую погоду, люди танцуют и веселятся. Здесь, на Думской площади, проходит третий ежегодный фестиваль оркестров. Залог успеха любого оркестра – это авторитет руководителя. Сергей Золотарев дирижирует национальным президентским оркестром уже 23 года. Говорит, работа в таком коллективе приносит удовольствие. Если музыканты видят и чувствуют, что перед ними стоит профессионал, авторитетный мастер своего дела, то отношения и работа в коллективе всегда приносят удовольствие как одной, так и другой стороне. А вот Марина играет в муниципальном духовом оркестре только второй год. Для нее каждое выступление как первое, а в этот раз еще и дождь пошел. Но для нее это очередная незабываемая история. Музыканты сдерживали волнение, ведь их пришли поддержать родные и близкие. Мама у нас вот на соль. А где? На солнечной снежке, на соль. Мама у нас здесь, как у нас. И у меня красивые. Забы. Забы. Военно-морских сил Украины. Забы. Военно-морских сил Украины. На протяжении всего концерта шел дождь. Люди прятались под зонтами, но не уходили. В доме моряков актеры из Николаевской театральной студии «Ноик» показали спектакль, посвященный легендарному польскому педагогу Янушу Корчику. Постановка рассказывает о жизни и трагической гибели основателя варшавского дома «Сирот» и его 200 воспитанников в годы Второй мировой войны. Подробнее о спектакле и войне в сюжете Натальи Костенко. И вот двери уже закрываются. Так, 5 августа 1942 года в концлагере «Треблинка» педагог Януш Корчик умирал в газовой камере вместе с воспитанниками основанного им варшавского дома «Сирот». Их было более 200 человек. Сегодня в Одессе эту историю рассказывают актеры театральной студии «Ноик» из Николаева. Мы – сироты, которые были во время Второй мировой войны. Сироты руководителем, наставником которых был Януш Корчик. Это еврейский писатель, психолог, педагог. Постановка построена на монологе легендарного польского педагога от первого лица. Сам Корчик рассказывает зрителям о своей жизни, о доме «Сирот», все обитатели которого в 1940 году были переведены в варшавское гетто. А в нашем приюте продолжается жизнь. Идут занятия, отмечаются праздники, празднуются дни рождения, сочиняются сказки. Созданию этого спектакля предшествовало несколько месяцев работы. Изучение документов генохроника жизни Януша Корчика о доме «Сирот», о его обитателях. И, конечно, о легендарном походе детей и их педагога из варшавского гетто на площадь Гданского вокзала, откуда все они отправились в концлагерь Треблинку. Все громче и громче, все яснее и яснее. И вот на площадь вступает колонна из двух сотен детей, по три в ряд. Над головами поднято зеленое знамя с желтым четырехлистным клевером, символом неуничтожимой надежды. По одной из версий, за пару минут до посадки в вагон Корчику разрешили остаться в Варшаве. Одному, без детей. Он молча сел в состав, где уже находились его воспитанники. Этот спектакль уже увидели многие школьники Николаева. Наша студия, и я лично считаю, что именно дети – это те первоисточники, которые должны знать, которые должны понимать масштабы трагедии и причины трагедии для того, чтобы не произошло в последующем того, что произошло в те годы. До и после спектакля в Одесском доме моряков много говорили о Холокосте, в частности о событиях в селе Богдановка Николаевской области. Цель у всех выступавших была одна – донести до одесситов, независимо от национальности и вероисповедания, весь ужас того, что тогда произошло. В этой ужасной мясорубке погибло более 100 тысяч наших соотечественников, одесситов. И мы хотели бы, чтобы память об этих людях жила как можно дольше. Это мероприятие – часть большого проекта благотворительного фонда памяти жертв Холокоста села Богдановка. Одна из целей – возвести мемориал памяти и оградить места захоронений. Уже объявлен конкурс на проект будущего памятника и стартовал сбор средств. Наталья Костынко, Алексей Барановский, Седьмой канал. В день освобождения Одессы для горожан спела певица Джамала. Масштабный концерт для посетителей торгового центра «Кадор» организовал бизнесмен и меценат Аднан Киван. Вход был свободным, более часа песен, волшебной музыки, а также розыгрыши и подарки. Больше в сюжете Ольги Голодовой. Чтобы послушать Джамалу, одесситы собрались заранее. Буквально сразу заняли все пять этажей торгового центра. Но пока ждали украинскую исполнительницу. Их развлекала группа «Лайм». Хорошее музыкальное сопровождение от группы «Лайм». Приятный звук, веселую атмосферу. Концерт был организован по инициативе бизнесмена и мецената Аднана Кивана. Он человек, который поддерживает искусство. Он является меценатом. И я думаю, что он является очень значащим человеком в городе Одесса. Потому что он создает невероятные объекты, невероятной красоты и высокого уровня сервиса и обслуживания. Также одесситы смогли поучаствовать в розыгрыше от торгового центра. Лоты, подарочные сертификаты от магазинов бытовой техники, одежды. Ну и совсем дорогостоящие подарки. Давай, солнышко. Любой. Можно не смотреть. Это первый. Давай сразу второй. Западки и серьги от бузыка Женева. Блистательная и невероятная. Джамала! У меня первый раз в жизни такая интересная сцена, интересный зал. Раз, два, три, четыре. Четыре яруса. Пять. Я хочу, чтобы вы насладились сегодняшним концертом. Джамала спела на четырех языках. Больше часа она дарила свои авторские песни. Магазины торгового центра были открыты, сотрудники продолжали принимать посетителей и одновременно слушать Джамалу. Мы очень рады, что Джамала сегодня приехала к нам. Это огромный праздник. И не только для нас, людей, которые работают здесь, но и для всех, собственно, жителей города в такой прекрасный день. С каждой песней людей в торговом центре становилось все больше. Все подпевали, аплодировали и делали селфи. И напоследок Джамала исполнила песню, с которой в этом году поедет на Евровидение. Джамала, спасибо, что вы сегодня вместе с нами. И эти потрясающие цветы вам сегодня с огромным удовольствием дарю от господина Арнана Кивана. Спасибо ему за эту встречу. Победы на международном конкурсе Евровидение 2016. Джамале желает Ольга Голодова, Алексей Барановский и Весь Седьмой канал. В Одессе пройдет второй фестиваль Одесса-Батуми Фото Дэйс. Он откроется 13 апреля и продлится 5 дней. Зрителям представят десятки работ молодых украинских фотографов. А кроме этого ценители смогут увидеть и работы победителей международных фотофестивалей из Грузии и Кореи. Серию фотографий посвятят теме территория и пространство. Пидая фестивалю – это то, что мы хотели бы створить какую-то безкоштовную освещенную программу. А по-другому – это объединение международного досвяда, международного контекста в нашем месте в Одессе. Мероприятие пройдет в Музее современного искусства и в городском саду. Для молодых участников будут организованы бесплатные обучающие лекции. Фестиваль параллельно будет проходить в Батуми. Это качественный фестиваль. Это фестиваль, который основан на профессиональной фотографии. И фестиваль, который содействует партнерству между двумя странами. Также 16 апреля фотолюбители смогут посетить большой опен-эйр в городском саду. Там покажут лучшие работы фотографов Азии. Извращенцы и дети, школьные ужасы, а также клещи в бок, кишки наружу. В Одессе разгулялись докхантеры. Не пропустите, сегодня в 21.30 отдел расследований «Нормально» на 7 канале. И пока у нас на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Итоги дня подведем, как всегда, в 20.00. Оставайтесь с нами, это наш город и ваш седьмой канал. Субтитры сделал DimaTorzok